Приветствую вас уважаемые комрады и коллеги по хобби. В этом видео хочу вам показать как АКБЕРКУТ-5 реагирует на цветные сигналы, показания ВДИ и показания гидографа. Буду показывать как реагирует на различные металлы, начиная от монет ранних советов и заканчивая уже серебром и золотом. Тест начинаем с одной копейки 1937 года ранние советики. Цель маленькая, прибор ее хорошо видит. Стрелка ровная, показания от 17 до 20. 2 копеечки ранние советы. Цель покрупней, показания тоже уже выше. Тест провожу на первой программе. Катушка 7 герцовая, 3 копейки. Сигнал вообще четкий, хороший, 34-36. Показания в грунте конечно немножко будут отличаться, но незначительно. Если правильно отстроить грунт на АКБЕРКУТе, то показания даже на глубине 20-25 сантиметров практически точно такие же. 5 копеек СССР, поздние советы будут звучать вот так. Ну и в этом сегменте также звучат и гильзы. Возьмем одну копейку Николая II. Медь. Сигнал звонкий. Показания тоже четкие и хорошие. Копаемый сигнал. Деньга. Монета покрупней. 74-75. Рейтинг 99. Хороший сигнал. Масонская копеечка. 64-65. 5 копеек Николая II. Крупная цель. Сигнал 76. Ну и конечно же посмотрим, как будет звучать пятак Екатерины. 80-81. Рейтинг 99. Так вот ребром. Хороший четкий сигнал. Начнем теперь смотреть, как звучит серебро. 10 копеечек ранние советы. Билончик. 44-45. Билончик есть Билончик. 15 копеек Николая II. Звучит хорошее серебро. 62-63. Рейтинг 99. Стрелка ровная. Ну и хорошая крупная цель. 20 копеек Николая II. Будут звучать так. Чуть-чуть выше, чем 15 копеек. Серебряный крестик. 33-33. Серебряная опечаточка. 66-65. Серебряная цепочка. Сложил ее в клубок. Прибор ее видит. Но сигнал очень низкий. Пуговка Орлянка. 42-41. 20 копеек 1936 года. Ранние советы. Такой вот низкий тон. Низкий сигнал. 10-14. Ну и теперь самое интересное. Как звучит золото. Обручальное колечко. Это 1 грамм. Низкий сигнал. Низкий тон. Стрелка практически в горизонт. Золотой образок. Вес 1 грамм. Тоненький. Вот так, друзья, звучит золото. И так звучит фольга на полях. Практически одинаковый сигнал. Золотой крестик. Тоненький. Стрелка вообще горизонтальна. Нулевые показания. Ну, звук. Цветного металла. И копаемый. Золотая опечатка. Тут уже 9 грамм. Хороший копаемый сигнал. Ну, как видите, как ранние советы. 1, 2, 3 копейки. Ну, а теперь проведём самый интересный тест. Как прибор будет видеть стопку медных монет. Вот такая вот стопочка. И буду вот так вот и проводить возле катушки. Входит в минус. Выбивает чернину. Рейтинг 99. Но сигнал вообще не копаемый. Многие отключают чернину. Как на АКО. В приборах это делается эквалайзером. На других приборах просто ставят другие программы, отсекая чернину. И стопку медных монет. Если она не лежит пятаками вверх, вы просто пропустите. Конечно, это редкость большая, но всё же вот так вот прошёл тест на стопку медных монет. Ну, на этом видео буду заканчивать. Надеюсь, кому-то оно будет полезным. Здесь, по крайней мере, вы увидите примерные показания. ИВДИ, и гидографа. И уже будет вам легче ориентироваться на полях. Ну, скажу сразу, я копаю хорошие сигналы, которые отдаются в цветнину, когда ровная хорошая стрелочка гидографа все без разбора. Если сомневаюсь в каком-то сигнале, то лучше я его выкопаю и посмотрю, что лежит. Всё, друзья. Всех благ вам и вашим близким комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо вам за просмотр. Игорь Негода. Игорь Негода.